Я думаю, что именно что связано с членами ПИФТ, которые находились в миграции, потом вернулись домой или вернутся домой скоро в связи с экономическим ситуацией в России или в других странах, потому что их тем не меньшее количество. Члены ПИФТ будут слушаться своего руководства. Они всегда ведут себя четко. То есть есть некое указание, некое руководство о деятельности членам партии, как себя вести в той или иной ситуации. Если взять пример, то же самое заявление, которое звучало вчера или позавчера. Когда руководство партии, лидер партии, именно сам Кабири всегда говорит, что надо быть устойчивым, надо иметь терпение, потому что это некое событие, которое у нас произошло, они пройдут. И президенты пройдут, и умрут, или другие президенты пройдут. Но партия движения остается неизменным. И у партии есть своя идеология. И партийцы тоже как бы, они все носители этой идеи, идеологии. У них есть лидер, у них есть руководитель, лидер партии, который четко указывает, как себя вести. Все. Они не будут радикализироваться, нет. Может быть, какое-то меньшинство, да. Тем более, что в заявлении прямо говорится, ну, грубо говоря, не делайте резких движений. Ведите себя спокойно. Да. Вести себя правильно, потому что, ну, власти очень хотели, очень хотели вот то, что произошло, да, очень хотели, чтобы, ну, всегда, при каждом любом случае, событии, да, говорили, что вот партия связана с терроризмом, вот партия связана там с ваххабизмом, с салафизмом, с чем только партия не связана, понимаете. События, которые произошли в стране недавно, как будто вот то, что хотели они, это все сбилось, понимаете. Теперь это на руках властям, что вот, смотрите, мы говорили, что вот исламская партия, они есть террористы, понимаете. Это все сбилось, это все вот, посмотрите на все это, понимаете. Как бы это открывает им руки, это возможности. Сразу же несколько там членов партии были арестованы, и к ним уже предъявлены обвинения в терроризме, в измене, там огромное количество статей, понимаете, что по каждой статье можно получить от 20 до 30 лет, понимаете. И как бы, я не знаю, это вот то, что было, конечно, к сожалению, погибло очень много людей, но потом принесло ползу, ползу властям. Потому что Пифт, как единственная партия, которая имела своих представителей в парламенте, два представителя, было запрещено решение судом, понимаете. Лидер партии находится в изгнании, где-то там. Руководство партии, политический совет партии, практически несколько человек, 25 человек находятся в тюрьме. О них мы вообще ничего не знаем, потому что адвокаты не берутся защитить их, потому что не дают, понимаете. Мы ничего не знаем практически. Но, тем не менее, поступило заявление руководителя Пифт, как себя вести, понимаете. Это надо иметь столько терпения, что после всего этого, когда лишать тебя возможности вернуться на родину, когда лишать тебя увидеться с родными, близкими, когда лишать тебя всего, что у тебя есть, твое имущество, твой дом, и после всего этого встать и сказать, просто наберитесь терпения. Это и есть руководитель, это и есть лидер, который делает все для того, чтобы в стране было спокойствие. Не каждый лидер себя так ведет, понимаете.